Добрый вечер! В прямом эфире с последними новостями ARAT News. В студии работает Лиана Галуян. Подведем итоги дня. ЕС заявили, что между Арменией и Азербайджаном нет международной границы. В делегации Евросоюза в Армении заявили, что граница между Арменией и Азербайджаном никогда не была международной, а это всего лишь административная граница, в связи с чем нужны делимитация и демаркация. Этот пассаж любопытен тем, что власти Армении в контексте приглашения в страну наблюдательской миссии ЕС и отклонения аналогичной миссии от ДКП заявили, что европейцы, в отличие от ДКП, четко признали границы Армении. Между тем, в Брюсселе также считают, что границу нужно делимитировать, прежде чем говорить о безопасности. В этом процессе, разумеется, нужно обсудить все территории, включая те, на которых находятся азербайджанские подразделения и которые были в составе Армянской ССР. Как и те территории, на которых находятся армянские подразделения и которые были в составе Азербайджанской ССР. В Брюсселе придерживаются принципы мирного разрешения всех споров между Арменией и Азербайджаном, говорится в комментарии. Почти вес Ванадзора и более десятка сел Лорийской области два дня будут без воды. Административный центр Лорийской области, город Ванадзор и еще 13 сел останутся без воды из-за аварии, сообщает национальный оператор водоснабжения Армении Виоля Джур. Отмечается, что авария произошла на магистральном водопроводе Новосельцево-Ванадзор. С 10-30-16 апреля до 22-00-17 апреля будет прекращена подача воды в ряд населенных пунктах области. В частности, речь идет о большей части Ванадзора, а также о селах Вагни, Ерекнут, Вагнадзор, Памбак, Кугарк, Амракит, Юлакарак, Обарци, Вартабулур, Куртан, Терагюх, Терагетаван и Антарамут. В Армении учредят день памяти геноцида езидов. Парламент Армении единогласно принял в первом чтении закон о учредении дня памяти геноцида езидов в Синджаре. За проголосовали 88 депутатов. По проекту изменений в законе о праздниках и памятных датах, который представил депутат от езидской общины Армении Рустам Бакоян, день памяти будет установлен 3 августа. В зале присутствовали замглавы МИД Пару Рованысян, иностранные послы, в том числе временные поверенные в делах Ирака, а также житель Синджара Фириад Саид Талал. Свидетель геноцида, в ходе которого радикальные исламисты убили на севере Ирака несколько тысяч езидов и выселили сотни тысяч. Депутат от езидской общины Рустам Бакоян обратил внимание, что сейчас в 21 веке эти преступления продолжаются на глазах у цивилизованного мира. Экспорт картофеля из Армении в прошлом году почти был нулевым. Об этом заявил экс-замминистра сельского хозяйства Армении Ашота Руцюнян. По его словам, меры поддержки для фермеров не помогают в возделыванию картофеля. Его возделывание обходится не так дешево, примерно в 1,6 млн драмов за гектар посевов. Сейчас кредиты на текущее ведение обычного сельского хозяйства не субсидируются, поэтому и картофель под субсидии не попадает. Вдобавок, с этого года сокращается покрытие страхования с господдержкой. Страховаться можно будет только от града, но не от заморозков. Хотя известно, что вплоть до первой половины июня картофель может страдать от низких температур, так как выращивается в основном в горных холодных регионах. В результате растет импорт картофеля в Армению. В 2022 году он составил около 5800. В 2023 году – 7700. За первое полугодие 2023 года около 3600 тонн были импортированы из России. 380 – из Пакистана, 135 – из Египта. В свою очередь, экспорт картофеля, который в 2022 году был невелик, в 2023 снизился почти до нуля. Каскад вскоре примет окончательный вид. Гафешчан передал Еревану в дар землю. Центр современного искусства Гафешчан передал в дар Еревану земельные участки площадью 5105 квадратных метров на вершине комплекса каскад. Соответствующее решение было принято на заседании Совета старейшин. Недвижимое имущество передается Еревану при условии, что на указанных территориях не будут проводиться строительные работы. Они не будут переданы другим лицам и их благоустроят. Начальник по управлению недвижимостью мэрии Еревана Ван Хачетриан сообщил, что в 2022 году фонд Гафешчана передал в дар мэрия незастроенную территорию площадью 11,3 гектара. Тогда мэрия Ереван выразила готовность завершить строительные работы в верхней части комплекса. Сейчас же передается другая часть территории, прилегающей к комплексу. Каскад состоит из пяти открытых террас. По проекту архитекторов Джима Торосяна, Аслана Махитаряна и Саркиса Гудзаряна строительство каскада началось в 1971 году и было частично завершено в 1980 году. В 2002 году по инициативе американского мецената армянского происхождения Джерарда Гафешчана работа восстановилась. 17 ноября 2009 года в комплексе открылся музей Центр искусства Гафешчан, а в 2011 году у верхнего яруса каскада Центр Шарля Азнавуров. Это были все новости к этому часу. В студии работала Лиана Галуян. До новых встреч!